Всем привет! Слушайте, я недавно поняла, что я давно вам не показывала ничего из новинок белорусской косметики, хотя появилось много всего интересного. Сейчас я как раз еду в магазин «Мастер Чистоты», это такая сеть у нас в Беларуси. Там я вам покажу все, что появилось, потому что я сейчас ничего не покупаю. У меня много всего, чем хочется пользоваться. Не люблю захламлять свой дом косметикой, поэтому... И заодно покажу, на что, обратите внимание, белорусской косметики стоят. Поехали! Сейчас иду к своему любимому стенду от Рилуи. И у них есть потрясная сушка для ногтей. Вот вы, когда завершаете процедуру лака, наносите эту сушку, и все. И у вас ногти каменные. Очень бюджетная штука. Она стоит 1,5 доллара, 3 рубля. Она идет, видите, как в черной упаковке. Написано здесь для гель-топ, якобы для топа. Может быть, оно для гель-лака тоже подходит, я не знаю. Хотя у них есть вот такая стандартная сушка, но вот это просто бомбическая вещь. Если увидите, берите. Уже, наверное, все трубили про новые хайлайтеры и скульптор от Рилуи. Это два хайлайтера. Один цвет шампанского. Его сравнивают с Мари Люминайзер Вебаум. Но я могу сказать, что оттенок у этого хайлайтера более рыжий. И второй цвет более такой розовый. По текстуре они мне нравятся лучше всех из белорусских хайлайтеров. Еще у Рилуи появились совсем недавно жидкие хайлайтеры в тюбике. Но это такая совсем прям новинка, которая появится, скорее всего, на прилавках через месяц. А еще у них есть потрясный скульптор. Вот оттенок прям такой холодный. Я бы сказала, даже универсальный. Посмотрите, какие красивые тоже румяновые штури у Рилуи. Такой оттенок песочный, красивый, натуральный. Прям как бронзер. И давайте посмотрим еще люкс визаж. У них есть тоже хорошие новинки. Консилеры у них вышли. Это тона. Вот консилеры. Да, это два цвета. Это один такой светленький. Второй самый светлый, вот этот лайт. Еще у них такой бежевый есть. Чуть-чуть потемнее. Оттенки очень удачные. Я не люблю белорусские кремовые тоналки, кремовые консилеры. У них, как правило, цвета странновато. Они видны на коже, текстура мне их не нравится. Это первый кремовый продукт у белорусских производителей, который мне понравился. У люкс визаж, кстати, есть новые водостойкие карандашики. Они очень мягкие, приятные по текстуре. Они очень крутые по качеству. Но цвета такие яркие, ядреные оттенки. Они абсолютно ненасибельные. Это цвета для образов. Мало кто любит такие оттенки. Единственное, здесь есть вот седьмой тон. Такой коричневый. Но он не всем подойдет. Так, давайте еще покажу вам. Вот такая у нас новая белорусская марка есть. Фабрика красоты называется. Я ничего не пробовала из этого бренда. Бархатистая кожа против шелушений. Глицерин, касторовое масло. Му касторовое, понятно. Нет. Наверное, я приду домой и сделаю какую-нибудь масочку с айтайхер. Слушайте, все время покупаю вот здесь такую абсолютно бюджетную соль. Когда-то, когда она только появлялась на рынке, это была не на рынке, неимоверная крутая соль. Сейчас портилась немножко. Вот, я хочу найти... О, есть чередой. Да, я люблю чередой, потому что череда очень хорошо на кожу влияет. Все, берем и идем. Все, я Тома буду сейчас зажигать свою свечу гималайскую. Это мой подсвечник с гималайской соли. И свой аромадиффузор бамбуковый. Кстати, кстати, хербовцы, кто любит сайда 31 января, скидка 15% на всю продукцию производства и херб. Кто на меня подписан в Инстаграм и группу ВКонтакте, уже наверняка видели эту новость, видели эти промокоды. Классная акция. До 24 января есть промокод на скидку минус 15% на все для ванной красоты. Кто уже не находится в социальных сетях, вот заглядывайте внизу под видео. Там будут промокоды на скидку 15%. Если будете затариваться, все-таки очень вам настоятельно рекомендую аромадиффузор, потому что вот для релаксации крутая очень штука. У меня он уже год, но у меня дорогой. Есть более бюджетные марки, на них абсолютно разные отзывы. Многие говорят, что ломаются, у некоторых служат долгом. В общем, я покупала такую надежную вещь. В чем его прелесть, да? В том, что он еще воздух увлажняет. Вот если помещение сухое, а зимой оно у всех сухое, шпарит, батареи. Это так круто для кожи и вообще для здоровья. И еще, когда вы покупаете вот, допустим, этот аромадиффузор, там есть вот такая инструкция. И здесь всякие рецепты, как смешивать масла. Вот, допустим, для дезинфекции воздуха нужно масло чайного дерева, дерева, грейпфрута и ремонта. А дезинфекция воздуха, конечно, очень полезна, когда у вас кто-то болеет, чтобы очистить вашу квартиру от всяких бактерий. И все, буду наслаждаться. А сейчас собираюсь на одно мероприятие и решила сделать макияж из предыдущего видео, где я рассказываю о новинках сайта iHerb по своей посылке. Покажу, что использую. Использую вот такую базу промокабла, базу для сухой кожи с маслами. Далее мой дед кушон от iHerb Physicians Formula. Далее у меня идет кремовое скульптурирование. Палетка Хиан. Я вам показывала ее в фаворитах года. Это польская бюджетная косметика. И здесь очень крутые кремовые продукты. Я завершаю кремовую коррекцию пудрой Вольфотошоп. Легко только в Т-зоне, потому что зимой у меня сильно шелушится кожа Dream Minerals. Сухую коррекцию я буду делать вот такой широкой, мою любимой кистью Плот Металлс. И наносить я буду тоже все одной кистью. Одной стороной скульптур, второй стороной хайлайтер. Далее я закрепляю кремовую коррекцию немножечко еще вот таким серым цветом. Это Паэза. Кашемир. 666 тени, которые прекрасно работают как скульптор. Хайлайтер. Единственный хайлайтер, который на мне виден, это Makeup Revolution. Тоже показываю его фаворитов года. Я очень-очень светленькая, даже в Ибалмере ламинайзер на мне не работает на камере. Все, дальше я оформляю брови. Тельф, помадка в Найхербе беру и Аджест. 17 тонн. Гель для бровей. Кончик немножко затемняю именно вот этим гелем. Потом еще закрепляю гелем для бровей от Luxe Visage у меня в оттенке Mok. Это третий цвет, третий номер. В ежедневном макияже я чаще всего использую минеральные тени. Для видео я использую обычные тени. Стандартные, хорошего качества. Здесь у меня Паэза, Флормар. Использовать буду вот такие две кисточки. Одну Болт Металс 203 и стушевочную китайскую кисть. Вот, кстати, меня кто-то спрашивал про кисти Болт Металс. Вы то, что видите в кадре, это вот кисточки, которые покупались сколько, наверное, два года назад уже. Видите, да? Это у меня оригинальные кисти. Кто там писал, что оригинальные кисти облазят, что они там линяют, это у вас не оригинальные кисти. Скорее всего, вам продали подделку. Вот у меня кисточка, над которой я точно могу сказать, что я не дышу над ней. Я могу вообще их поставить в воду, отмачивать, забыть про них на целый день. Абсолютно не лезут, не вылезают, не треснутые нигде, хотя они у меня и падали. В общем, я не трясусь косметикой, и кисти при этом в отличном состоянии. Так, и давайте по теням. Крающие глаза буду использовать светлые тени флормар, и подбровь их же. Это палетка ПТ07. И еще я буду использовать вот этот тоже оттенок. Это вот кругляшок, вот этот весь. Это палетка ПС сатиновых оттенков. Я под видео напишу номер этой палетки. На серединку яблочко я буду использовать вот такой персиковый цвет. И затемнять уголок я буду вот этим цветом из палетки флормар. Опять же, ПТ07. Все. И далее я буду рисовать стрелочку. Стрелку я буду рисовать белорусским карандашом. И немножко растушую ее заостренной листочкой. Все потушую хорошенько. И далее я буду использовать тушь. Вот такой у меня пробничек Шанель. Макияж губ у меня был с вот такой белорусской помадой Мирион Кисес. матовая от Белор Дизайн. И у меня оттенок номер 208. Перетворительно я нанесла карандаш. Карандаш я тоже показывала этот вам в своих бюджетных находках. 14 Терракота. И для того, чтобы были более сочные, я нанесла вот такой сверху блеск поэзо. И еще сверху потом добавила румяшек, чтобы освежить образ. И вот это у меня тени из какой-то китайской палитры. Сейчас столько существует румян, но настолько мне подходят вот эти тени в качестве румян, что замену именно конкретно в продуктах румян я не нашла. Это вот прям цвет моих губ. Ну что, все, вот такое образование получился. И надеюсь, что вы хорошо провели со мной сегодняшнее время. Редактор субтитров Корректор А.Егорова